Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем беседу о здоровом образе жизни и сегодня мы встречаемся с нашим гостем. Сегодня у нас полезная беседа с Фанзилёй Гафаровой, неанатологом, телесно-ориентированным психологом. Здравствуйте! Здравствуйте! Хочется начать нашу беседу для того, чтобы телезрители у нас поняли, чем вы занимаетесь, в какой сфере работаете. Расскажите немножко о себе. Как уже прозвучало, я неанатолог, то есть я работала с новорождёнными детьми. Мало того, что новорождённые, они что преждевременно родившиеся. Очень серьёзный и интересный контингент, очень любила свою работу. Ближе к определённому возрасту как-то получилось так, что я всё равно врач, я понимаю, из чего складывается здоровье, и я очень серьёзно начала терять своё собственное здоровье. Это в какой-то степени, можно сказать, даже депрессивное состояние. Где-то вот больше 50 лет тебе это чувствуешь, что ты теряешь свою ценность, свою силу, свою энергию, даже в отношении к себе самой, свою значимость. Ты становишься себе не очень интересной. И тут я стала задавать разные вопросы. Почему я же правильно лечусь, вовремя помогаю себе, я понимаю, что со мной происходит, какие диагнозы. Я сама не очень понимаю, обращаюсь к своим же коллегам, но в то же время ничего нового не происходит, тело теряет своё здоровье. И здесь я стала искать очень много вариантов в то время. Я не знаю, к счастью, не к счастью, но жизнь круто поменялась. Вот эта перестройка началась, и нам стали доступны очень много информации. В этом потоке информации потеряться было очень легко. Ну, я стала тут нащупывать, тут нащупывать. И определила для себя, что есть возможность создоровиться. Что для меня будет полезно, я ещё не знала, поэтому я очень много разных учений бегала, везде искала. И вот обнаружила для себя в Санкт-Петербург сейчас уже. Я увидела их аннотацию, приглашение на обучение психолога именно по телесно-ориентированной программе. А телесно-ориентированная программа, это же моя работа с новорождёнными. Когда работаешь, тебе же он не скажет, не пожалуется, ты именно его нащупываешь и чувством обнаруживаешь, и маленьким-маленьким симптомом обнаруживаешь, где ему нехорошо. И поэтому мне это было как-то очень близко. И я поехала учиться. Вот в результате я получила второе образование телесно-ориентированной психологии. Далее, тут очень модно стало, если помните, метод Иванова. Это обливание холодной водой, пожелание всем здоровья, утром, вечером, два раза в день. Ну, я, конечно, его расширила, свои знания по телесно-ориентированной психологии. Я выхожу на улицу, обливаюсь, после этого захожу, очень много разных упражнений делаю на тело. Вот. И очень здорово помогают вибрационные движения. И в результате за три года я полностью восстановилась. Я говорю полностью, я стала здоровой. И теперь мне стало, я теперь сама могу, надо научить многих. Это научить многих какое-то мое жизненное кредо. Если я чуть-чуть что-то узнаю, мне нужно об этом крикнуть, об этом сказать. Человек примет или не примет, научится или не научится, воспользуется или нет. Это же его, как бы, задача. Но мне надо сказать. Это здорово. Вот вы сказали о возрасте, что возраст примерно 50 лет. У нас есть проект, называется «Он классно будет здоровым». Это тренировки по ушу и цигун вместе с Шамилем. И как раз-таки в основном нас смотрит вот этот возраст, 45, 50 и старше. И очень часто возникает такой вопрос, приходит нам от наших телезрителей о том, что они чувствуют, что тело меняется, что тело уже так не реагирует, как раньше, что какой-то запас энергии приходит к концу. И не совсем они понимают, а что делать. Традиционная медицина не помогает где-то, режим не помогает. И вот очень часто возникает такой вопрос у наших телезрителей. Почему в 50 лет с точки зрения медицины, психологии, тела? Почему именно это такое возраст? Я бы сказала, что это не конкретный вопрос 50 лет. У всех он разный, наверное, да? У кого-то в 40, 45 лет. Он абсолютно разный. Абсолютно разный. Вот ко мне сейчас очень много людей на индивидуальные консультации идут. Потом я говорила, что я групповые занятия веду, приходит 20-25 лет, они не могут согнуться, разогнуться так, как у меня сгибаются 80-летние. А с чем это связано? Связано очень много с чем. Очень много направлений. Например, самое первое, можем сказать, какие-то перенесенные травмы. Каждая травма, когда ты ударила тело, ударила, например, вот я ударила палец. Этот палец сильно болел. И в этом месте у меня остались зажимы. Как бы соединительная ткань, она становится жестче, короче. И чтобы эту функцию выполнить, последующие ткани начинают брать на себя эту задачу. И в результате ударился палец, а болит лопатка, болит плечо, болит шея, даже болит голова. То есть герный как-то окончание. Потому что мышцы берут на себя другую задачу. И все же знают, что у нас земное притяжение, и мы не взлетаем, потому что есть гравитация. И когда какая-то мышца нарушилась, а не работает какая-то часть твоего тела, гравитация нарушается, и центр тяжести нарушается, и тело начинает его исправлять. Смещать, компенсировать. И таким образом вот эти все смещения выше, выше, выше. Получается, ты ударил палец, а у тебя шея болит, голова болит, потому что произошли смещения. И особенно, почему вот я о головах говорю, потому что это очень частая жалоба. Очень частая жалоба. Поэтому я про нее говорю. Ну и вот поэтому по возрасту дальше травмы, психологические травмы, да. Ведь у нас в жизни не так происходит, что мы родились, и нам все блага прямо вот они и открылись. Нам очень много что преодолевать надо, много чему учиться нужно. И в этом процессе очень много мы получаем запретов, утверждений, убеждений. И где-то, если у нас это не соответствует, внутри тоже очень сильно напрягаемся, опять сокращаются мышцы. И в результате вот эти мышцы, сокращение мышц, все более и более накапливается. Первое время еще мышцы, она восстанавливает свою функцию. Сократилась, сжалась, побыла, отпустила. А со временем накапливается, и накопленное уже напряжение, сжатие мышц уже сохраняется. А мозг это потихонечку начинает такой перенапряженный мышц исключать из своего управления. Ну ты сократился, ты теперь оставайся, давай я за счет другой мышцы сюда подтяну энергию. И поэтому там запись остается, как память. Говорим мы память. Хотя институт мозга говорит, мы искали, где память, но не смогли найти. Поэтому я эту тему развивать не буду, просто говорю, как мы все привыкли говорить. В памяти мозга сохраняется или в памяти тела сохраняется. Вот, ребенок, например, когда-то подтянул руку, а там огонь. Мама испугалась, кричить нельзя. И незавершенное движение произошло, сильное сомкнулось. Все, в памяти тела это осталось, этот страх остался. И он дальше накапливается уже как привычно, как привычная реакция. И в результате все возраста подвержены таким нарушениям осанки. Нарушения осанки, считай, у тебя там все заволновалось, все не так легло внутри. И в результате все органы теряют свою функцию. Просто когда компенсированы, это потери функции. Ну не потери, уж не сказать. Компенсаторные пока еще механизмы срабатывают, мы не замечаем. А когда это все уже, тело больше не может справляться, тогда уже появляется боль, тогда уже дисфункция появляется. И только тогда мы видим. Поэтому 50 примерно годом мы начинаем их видеть. Они просто накопились. Но это мое мнение. Могут быть другие мнения. Я не настаиваю. Просто я уже как из собственного опыта только создала свой. И опыта людей, кто приходит к вам. Да. Ну вот что делать, если в 50, условно скажем, в 50 лет, такой образ, возраст, человек ощущает, что его тело уже не то. Но как можно своему себе помочь? Потому что не всегда есть возможность определиться к специалистам. Можно проживать там в другом городе, именно в конкретном городе. Нет телесно-ориентированного психолога. Как быть? Как себе помогать? Во-первых, с чем бы ко мне ни обратились, если это вопрос здоровья, ну, какого-то заболевания, я никогда не берусь заниматься с этим человеком, обучать его чему-либо, пока он мне не сходит в медицину. По всем областям по данному вопросу не пройдет обследование. Я, как врач, не могу себе допустить, а вы как работаете? Когда человек приходит со всеми своими исследованиями, со всеми своими возможными или невозможными апробированными способами медицинского лечения и говорит, не могу, не помогает, не справляюсь. Я не говорю о тех тяжелых формах заболеваний, уж которых называть не будем, ну, скажем так, острые инфекции, острые заболевания, какие-то травмы, да, или вот онкология, допустим, да. Я не говорю о таких серьезных заболеваниях сейчас. Мы же сейчас говорим о массовом населении, которое вроде как уже и не так уж и болен, вроде как уже работоспособен, а что-то у него там не очень комфортное. Давай сегодня уж мы возьмем вот такую тему, потому что у нас не медицинская встреча, и поэтому не конференция медиков, поэтому просто вот возьмем такое общее масса населения вот с какими такими начинающимися, скажем так, дискомфортами, как сделать так, чтобы... Оздоровить организм. Чтобы стало комфортно в этом теле. Стало комфортно жить в этом теле. Вот если вот в этом направлении смотреть, сразу именно вот начинаем с того, с чего у нас накопились заболевания, да. Заболевания могут накопиться как последствия перенесенных операций, как последствия перенесенных инфекций. Все оставляет след, ничто не проходит бесследно. И в результате накапливаются вот эти, во-первых, да, зажимы, накапливаются вот эти искривления. В результате органы начинают работать не в комфортном режиме, и в результате мы начинаем терять силы, терять настроение. Нам становится невесело жить, мы мало начинаем улыбаться. Мы больше видим худшее, плохое, чем что-нибудь сказать, «М-м-м, как хорошо». И получается, здесь и психологические точки зрения, и телесные точки зрения одно от другого неотделимо. Вот, ну и начинаешь с человеком, конечно, разговаривать. Человек в процессе разговора, ты начинаешь замечать, какие движения у него нарушены. Он с тобой разговаривает, потихонечку-потихонечку, и тело сваливается, допустим, да. Какое-то плечо начинает там подниматься, он начинает кривосидеть, он начинает друг на друга ноги и обращаешь, сплетать, обращаешь. Вот, например, раз правую ногу сверху положил, я так тихонечко спрашиваю, «А ты попробуй сейчас левую ногу наверх». И человек при этом, оп, не понимает этого вопроса, но пытается делать, говорит, «Ну, мне так некомфортно». А почему некомфортно? Здесь мышцы более напряжены, нога короче. То есть правая нога истана сверху, значит, она короче? Она некомфортна. А эта нога комфортна, здесь, значит, мышцы более расслаблены. Это не значит, здесь хуже или здесь лучше. Но сейчас мы так обнаружили, что здесь мышцы более расслаблены. Они могут быть более расслаблены, потому что они уже давно не работали. Была какая-то травма, допустим, вот колено падал человек. И защищая эту ногу, эта нога взяла больше на себя работу. Она стала ниже, короче мышцы, потому что сильнее работает за... Компенсирует. Да. И в результате эта более расслаблена. Она вот так расслаблена. Она привыкла пользоваться правой ногой, как точку опоры. И когда даже вот потом я говорю, ну, давай теперь попробую поднять, вот, когда начинает поднимать эту ногу, которая уже ослабла за эти годы, они ее вот так прислоняют другую ногу. Чтобы помочь? Другая нога поддерживает. И вот таким образом я человеку начинаю просто показывать, просто рассказывать, возвращая его мозг к исследованию себя. И мы начинаем потихонечку вместе исследовать. В каждой движении. Очень много у нас мышц, которые активно берут функцию других мышц. Вот, например, вы, наверное, не раз замечали, женщины, ну, женщины чаще всего это происходит, у мужчин почему-то, ну, почему я знаю, почему, у мужчин редко. Вот ноги вот так пошли, да, тазобедренные, и вот так женщина идет. Видели таких женщин? Таких ведь немало в старшем возрасте. Почему? Потому что ушли тазобедренные суставы, сместили. Да. Почему происходит? Причин очень много. Во-первых, женщины рожали. Во время беременности косточки расходятся. Они не так расходятся, прямо вот разошлись. Когда вот разошлись, уже медики видят, уже меры принимают. А косточки у нас ведь, они сросшиеся примерно вот так, да, и начинают где-то вот тут создавать больший объем. Это за счет лобковой кости, за счет креста, за счет расхождения ребра поднимается. В общем, таким образом кости меняют свою позицию. А если кости поменяли позицию, мышцы по-другому заработали. В результате человек родил, здесь уже нет такой необходимости, все пусто, и всем этим костям нужно на место вернуться. Сейчас, конечно, появляются такие люди, которые помогают женщинам после родов приводить тело в порядок. Это обязательно. Женщина после родов должна обязательно побыть в руках остеопата, мануалиста, прикладного кинезиолога. То есть какого специалиста выбирает, кто по резонансу, или, как говорится, кто по рекламе, да, обязательно все косточки нужно на места поставить. Там малейшее смещение. Малейшее смещение, вот, например, крестец, там немножко осталось вот это смещение, и там остеоартроз, естественно, развился, и человек страдает, тазобедренный сустав. Суставы болят, суставы разрушаются. Это я тоже обнаружила еще, будучи работала еще врачом, и я обратилась к профессору по гинекологии. Я говорю, вот у меня такое наблюдение, что женщины когда-то они родили, а лет через 15-20 у них коксоартроз, ну, вот разрушение тазобедренного сустава. Вы как-то после родов с женщинами занимаетесь в этом вопросе? И, знаете, он меня даже не понял, о чем, потому что такая мелочь, такая мелочь, маленькое расхождение. Очень много, кстати, женщин хромает, часто вот в таком возрасте 50-60 лет прихрамывают с палочкой. И он, конечно, говорит, да, мы восстанавливаем. Он говорил, вот те случаи, когда кости совсем разошлись, там, лобковый костик, например, на сантиметр разрушился, да, они помогают, там, восстанавливают, кости соединяют. А вот здесь вот восстановили. Восстановление не только суставов. То есть суставы мы восстановили, а мышцы тоже измененные. Их тоже надо дать им уже вспомнить, как они раньше себя, да, вели. Прямо тело держали, свободно дышали. Строимость была, все мышцы одинаково, симметрично работали. И вот такая задача. И в результате вот она накапливается, и вот женщины пошли. Далее, я обратила внимание, что вот внутренние мышцы бедер, они же вот так ежедневно нам-то не очень и работают. Они за счет передних мышц, да, за счет ягодичных мы так все двигаем себя хорошо, а эти мышцы спят. Я поняла на эти вот в этом, то, что ноги так уходят, тоже причина, что нужно задействовать. Начинают атрофироваться. Они слабенькие становятся, слабенькие, они же не держат. А эти мышцы, которые сильные, они стягивают. И в результате нога начинают уходить. Конечно, это очень сильно боли. Конечно, это очень неприятно. Поэтому надо до того момента, не доводя до такого состояния, обращать внимание. Значит, что для этого делать? Просто найти движение, чтобы где-то 2-3 минуты в течение дня обратить на эти мышцы внимание и дать им нагрузку. Маленький. Даже просто вот так ноги друг в друг двигаются. Среди не разведения. Да, даже вот так. И поэтому вот ушу. Это люди заметили результат. Потому что здесь делается медленное движение. Мозг успел... Во-первых, когда медленное движение... Вначале мышцы привычные движения делают. Через какое-то время те, которые не работали, становятся заметными. Они сами тоже себя... Мозг говорит, ой, давайте, вы тоже. Они добавляются. И в результате получается более объемные движения. Уснувшие мышцы просыпаются. Мозг их видит и начинает их подключать в работу. Поэтому это очень результативно. И поэтому народ говорит, что нам это нравится. Причем с мыслеобразами происходит работа. И мозг не думает о теле. Он думает о природе. А те мыслеобразы... Вариантов множество. Вариантов множество. Самый главный ключик здесь умедленности, исполнение и подключение мозга к вниманию. И мозг начинает... Там, где он держал... Вот природа. Когда он держал вот эту мышцу, он, если думает об этом, он его продолжает держать. Он же помнит, если вот так, там больно. А тут о природе мысли, да, оп, об этом. И мозг отпускает и позволяет этому действию быть. Этой работой восстановления. Очень сильно у меня поясница болит. Прямо по одной стороне очень сильно. Очень сильно коленный сустав болит. И очень сильно начал уходить большой палец внутрь. Вы тоже, наверное, встречали не раз. Это очень нередкое явление. Ну и вот. Я, значит, лежу в ванной. Я уже телесно-ориентированный психолог. Я уже знаю, что все мои проблемы в том, что где-то мозг забыл какие-то мышцы. Какие-то мышцы не выполняют свою функцию. Нарушена эта, может быть, иннервация. Конечно, органический характер. Но мы договорились. Органические поражения сейчас не обсуждаем. Мы обсуждаем вот в нашей обычной жизни какие-то маленькие нарушения, которые приведут потом к большим трагедиям. Сейчас мы об этом говорим. Я вдруг обнаружу, что у меня лопатки лежат по-разному. Я еще не думаю ни про колено, ни про палец. Сейчас лопатки на разных уровнях. Ну, в ванной же лежишь, в воде, да, тепло, расслабилось. Так, оп, лопатки разный уровень. Значит, где-то какие-то мышцы сильно напряжены, которые-то расслаблены. Я начинаю подтягивать мышцы. В результате этого подтягивания мышц начинаю понимать, что у меня вот эта сторона мышц вообще спят. Никак. Далее я... Дальше я начинаю понимать, так, почему-то у меня очень сильно обращает паховая область. Там такая плотность, такое напряжение. И вот это напряжение держит лопатку стянутую, вот эта длина мышц, они все короткие. То есть по позвоночке я обнаружила, что у меня правая и левая по-разному тянутся. Правая вообще ни о чем, она легко расслабленно лежит, а левая сторона очень вот так сжата, очень сильно сжата. Вся спина, как бы, ощущение половины тела короткое. И вот я начинаю это все потихонечку расслаблять, отпускать. Боль поясницы уходит. Дальше. Замечаю, колено отпускает. И замечаю, что тот большой палец, который хотел, я его стала слышать, что он тоже хочет вернуться. И в результате у меня замыкается цикл вот на этом паховой области. Я начинаю вспоминать, конечно, это не обязательно, но раз уж я специалист, мне интересно, а что же такое в этой паховой области? Я вспоминаю, где-то лет 15-16 я очень сильно упала с велосипеда, и руль меня вот сюда впился. Была очень большая травма, но в то время мне было принято, что на детей обращать внимание. Но упал, 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 встал, полежал там, поболел, немножко все прошло. Ну, мы такие деревенские ребята, как бы на выживание поставлены, наша жизнь была. И вот результат какой давности сегодня дает в моем состоянии, в моем здоровье вот такое качество. Да, если бы я вовремя это не заметила, но сегодня я была бы очень болезненным человеком уже. И нога бы хромала, палец бы уже вообще требовал операции, колено вообще уже, может быть, даже разрушился бы уже, и я пошла бы уже на операцию менять коленный сустав. Это результат вот той маленькой травмы. То есть нужно уметь настраиваться на свое тело, просто чувствовать где напряжение, и, казалось бы, такой простой способ. Да, такой простой способ. Такой простой способ. И основа всей моей работы – это научить людей быть во внимании к своему телу. Первое – к телу. Второе – к своей мысли. На каждую нашу мысль, ну, с физической точки зрения, если я объясняю, ну, пусть будет физический движение. Начнем с физического движения. Вот мы сделали физическое движение, поскольку наше тело состоит из молекул, из атомов, и все законы его работы подчинены законам химии и физики. В результате любое наше движение активизирует движение молекул, а молекулы состоят из атомов, а атомы еще более мелких частей, которые скачут по орбитам вращения, да, вокруг гидра. Вот. И таким образом, если они туда пошли, энергия теряется, сюда пошли, ну, поглощается, и сюда пошли, энергия, наоборот, освобождается. И таким образом, вот это возбуждение доходит до мозга. Вот. И любое наше действие, любая наша мысль, любая наша реакция доходит до нашего мозга, активизирует наши, ну, не будем называть опять, да, места, так что активизирует, области нужные, отвечающие за эту реакцию мозг, которые идут в гормональную систему, эпифиз, и заставляет выкинуть в ток крови нужные на данную ситуацию, на данную реакцию гормоны. И выделяются нужные нейромедиаторы, эндорфины, и получается, структура, вот эта химическая структура тела начинает меняться, перестраиваться. На каждую мысль. На каждую нашу реакцию, на каждое наше движение. И поэтому, конечно, значит, первое, быть во внимании, учиться быть во внимании к своим мыслям. Что я сейчас думаю? Так. Эта мысль, к какому состоянию в моем теле привело? Или же вот реакция. Вот, например, мне сейчас не понравилось, ну, другой человек, его слово, его действие. У меня тело обязательно среагировало. Органы чувств, они обязательно реагируют. Слух глаза видит, слух слышит, если еще трогают, да, тактильно. То есть все пять органов чувств активно очень обслуживают все наши реакции. Вот. И в результате произошла реакция, то же самое, вот это все возникло. и если я остаюсь без наблюдения в это время, я реакцию сделала, там, сказал он, такой плохой человек, и отошла. Но изменилось-то мое тело, мое тело, моя структура пострадала и выстроилась по-другому. Не так, как мне хорошо и комфортно, а как мне некомфортно. И в результате, опять-таки, эти вещи накапливаются, не восстанавливаются со временем. Поэтому внимание к своим реакциям. Вот я сейчас среагировала, сейчас я, как бы так, ну, несогласие свое выразила внутри себя. Я еще не сказала об этом, да. Несогласие выразила и у меня внутри сжалось. Я перестала дышать. То есть глубина дыхания изменилась. У меня настроение изменилось. У меня упали углы, глаза у меня стали бледные, грустные. И в результате я вот такая пошла. И плюс к этому, к тому, что я сейчас еще себе плохо сделала, мое тело же, химия и физика, они же не перестали как бы быть и жить. И по законам физики электричество побежало по телу. Заряд от этой мысли пошел по своему телу. Да, электричество пошло. А качество электричества меняется в зависимости от структуры. То есть наше тело способно к колебанию от 50 до 200 герц. Норма колебания. Представляете? Это норма. А когда они нормы, я думаю, оно по-другому. Или очень малая амплитуда, или еще больше. Вот это, конечно, я не могу сказать, что какое-то изученное явление, но вот норма вот такая. И в этих пределах организм должен работать, и в этих пределах ему такую непрерывную нагрузку надо давать. Вот. И таким образом все, колебания произошло, электричество пошло, а любое электричество, если оно пошло, оно вокруг себя создает электромагнитное поле. То есть мое тело внутри себя так сработало, мое тело вокруг еще создало электромагнитное поле, соответствующее этому настроению. В результате в этом мире, в этом пространстве тоже создается направленное движение отчасти. здесь подобно тому, что я сейчас излучила, какой электричество. В результате сейчас я не только себе как бы немножко нехорошо сделала, но я здесь тоже создала. И другой человек, попадая в это мое поле, четко я тащусь, говорит, что-то мне около этого человека дискомфортно. Или хочется на него накричать, поругать, его все время хочется. Или наоборот. А вот с этим мне всегда комфортно, потому что этот человек, скорее всего, отслеживает свои реакции. Или, ну, бывают такие люди активисты от природы. Да? Вот им весело. Хорошо. Они так найдут всегда юмор, юмор, да, над собой посмеются, как говорится, и над ситуацией посмеются. Но такие люди они не позволят над другим посмеяться. Поэтому около этого человека комфортно еще не ожидаешь нападения. Вот это ожидание нападения у нас очень много, очень часто проявляется, потому что именно на этом поставили наше воспитание, обучение. И, конечно... Страх наказания вы имеете в виду, когда человека накажут, отругают? Необязательное наказание. Это неприятности. Вот неприятности не соответствуют ожиданиям. Представляете? Вот не соответствуют ожиданиям. Есть стандарт какой-то, что нужно быть хорошим, отличником и так далее. Да, да. И вот человек... И очень много возникает и психологических, даже психических нарушений вот на этом, на почве желаний соответствовать ожиданиям. А я не могу, я физически так не устроена. Потому что, да, хорошо, общеприняты правила, но каждый человек, он индивидуален. У него... Он имеет право на собственные реакции, он имеет право на собственное поведение, он имеет право на собственное проявление. Вот. И если это становится управляемым, если с детства ребенок понимает, что это есть, и что с детства он начинает управлять, сам уже управляет, но не для того, чтобы казаться, а быть. Вот. И тогда, конечно, у него здоровье сохраняется. Это очень важный вопрос. И это не воспитание, это обучение, опять-таки. А можно ли посоветовать нашим телезрителям несколько способов, как вот как раз-таки себя где-то либо расслабить, либо себя оздоравливать? Вот можно что-то делать такое небольшое, простое каждый день, и от этого тело будет потихонечку-потихонечку уникариваться? Да, таких способов очень много. И в литературе, и сейчас интернет, слава богу, да, сейчас мы уже в таком поле находимся, на выбор, прямо выбирая все, что угодно. Но я по своей, наверное, натуре не очень такой бойкий, активный человек. Я ленивый человек. Поэтому я выбираю все, что доступно для ленивых. Вот. Для ленивых, как для ленивых, для меня доступно. С утра, как только проснулась, прежде чем открыть глаза, я просто вначале начинаю наблюдать себя, в каком качестве я проснулась. Если я вижу, где-то по телу не очень хорошо отдохнуло, я начинаю туда наблюдать и просто продыхивать. Вот дыхание, это наше, можно сказать, все вначале. Внимание и дыхание. И дальше начинаю просто благодарить себя сегодня, этот день, что я сегодня проснулась, что сегодня я есть, и все в таком духе. Это ни для кого не секрет, это все знают. И хорошо же. И начинаешь глаза открывать. Открывать глаза очень простые упражнения, очень, называется комплекс гормональный, но он такой большой, я, наверное, может быть, и не буду, просто ты начинаешь потирать руки. Весь, я не скажу, на какую ты сейчас, начинаешь потирать руки, и ты сразу себе уже ставишь диагноз. Если ты растираешь руки, и у тебя руки не нагреваются, они остаются холодными, значит, ты сегодня не в порядке проснулась. А если ты растираешь руки, сразу руки разогреве, сухие, все, ты в хорошем состоянии, ты можешь дальше уже, как говорится, другие делать. А если уже плохо, то, значит, надо продолжать. Это гормональное упражнение. Растертыми, теплыми ручками начинаешь надавливать прям ладошками на глаза. Не на сами глаза, вот ладошками, создавая там вакуум. Начинаешь надавливать, раз в 30, вот такие надавливания делаешь, и останавливаешься, наблюдаешь, что изменилось. Вот это остановиться и пронаблюдать очень важный момент восстановления. Если просто так физкультуру, раз, два, три, четыре, ты сделал физкультуру, убежал, ты не посмотрел на свое тело, ты не вошел с ним в контакт, не услышал его отзыв. О, благодарю тебя, мой хозяин, ты для меня сегодня сделал хорошо. Все, ты побежал. Если ты побежал, у тебя в мозгу не отложилось это новое состояние. Мозг не понял, что что-то изменилось. И таким образом, таким образом, продолжаешь так же, околоушную область, так же создаешь вакуум, и вот этим вакуумом прямо вот так надавливаешь, тоже раз по 30, и снова остановилась, и снова понаблюдала. Далее, большим пальчиком. Это лимфосистема. Вот у нас очень много здесь лимфоузлов, и очень хорошо оснащены. А что такое лимфоузлы? Я уже тоже думаю, что все уже знают о лимфосистеме. И вот начинаешь их активизировать, просто так тихонечко начинаешь так вот поглаживать. Тоже раз в 30 погладишь, и опять останавливаешься и наблюдаешь. После каждого движения что-то в теле меняется. И вот то, что изменилось, надо фиксировать, сказать, о, вот оно как изменилось. Опять нужно обучать в этом процессе мозг к здоровью. Мозг должен настраиваться на здоровье, во-первых. Во-вторых, мозг должен знать, что он управляет, что он это может делать. Поэтому до него постоянно доносить. Мимо убегать нельзя. А далее, следующее упражнение, кладешь одну руку на лоб, другую сверху, и тоже начинаешь медленными движениями, тоже раз в 30, туда-сюда, туда-сюда. Здесь очень важно сдвигать ткани, которые под руками. И это все лежа, да, происходит? Это лежа, мы же ленивые. А, все, ленивые упражнения. Да, вот упражнения так и называются. У меня несколько групп упражнений, комплекс именно для ленивых. И очень результативные. Вот. Здесь, почему важно прочувствовать вот это движение? Вот сейчас, если вы исследуете, вы обнаружите, где-то у вас очень хорошо двигается, а где-то не очень. А вот эти не очень, как раз там, где у вас нарушено питание, нарушенный лимфодренаж, да, вот. И если здесь какие-то связки, какие-то оболочки нарушенные, жесткие, значит, где-то рядом берут на себя соседние. Соседние. И, как правило, как правило, начинают смещаться косточки. Хотя нам кажется, что наша голова такая цельная, такая цельная, она состоит тоже из отдельных костей. И любое смещение мышц приводит к смещению костей, приводит к смещению мозговой оболочки, твердой мозговой оболочки. Оттуда и головные боли. И опять, я не говорю, что это обо всем, ну, просто вот один из вариантов. Далее, далее, кладешь руку на макушку, вторую, и то же самое, начинаешь просто по голове двигать, медленно наблюдая, что происходит, как моя голова реагирует, как двигается кожа головы. Здесь тоже очень много, очень много замерзших участков, спаянных участков, потому что, погодите, раз тут очень много головой ударяется, очень много всяких травм. Тоже раз 30. И дальше у нас тут щитовидка, очень много сосудов. Руку кладем, и второй рукой начинаем поглаживать. Спускаем, начинаем спускать. То есть, включаем уже более нижние. Мы тоже наблюдаем, а что по телу меняется, что в других отделах тела, как ноги реагируют. Уже работаем. Но самое главное здесь помнить о дыхании. При такой работе нельзя задерживать дыхание, потому что в жизни мы жить привыкли, оказывается, очень дышим поверхностно. Любая наша задержка, любая наша реакция, мы не дышим. И таким образом, в течение так мы много дышим, не дышим, и так мы, оказывается, мало этим занимаемся. Поэтому в таких процессах внимательно наблюдать дыхание. Следующее упражнение кладем. Тут тоже у нас полностью сплетение, очень много важных органов, очень много важных органов. У нас диафрагма, у нас нижний отдел легких. И тоже положили руки, и просто вот так потихонечку поглаживаем, тоже раз 30, и дальше уже идем по ногам, очень хорошо массируем стопки. Тут уже мы могли уже притянуть, подтянуться, немножко подняться уже, и прогладили. И таким образом, вот такие легкие движения, если они делаются в наблюдении, если при этом ты наблюдаешь, как ты дышишь, то ты сразу ставишь диагноз. Здесь было плохо, здесь стало хорошо, здесь вот так, и в результате, и вдруг тебе хорошо, ты проснулась, открыла глаза, и жизнь прекрасна. С этого, начиная с этого дня, это обязательно. А вечером можно такое? Вечером обязательно, уходя в сон, нужно обязательно расслабить напряженные за день мышцы. Без этого в сон уходить, это практически преступление против своего организма, потому что мозг, те, которые перегружены в участке, мозг сказал, ну все, вы перегрузились, я вас не помню. Он защищает таким образом, защищает от еще больших тотальных изменений. И в результате, человек уснул, сжатыми руками, приподнятыми плечами, с калачиком, это еще калачиком, и он так уснул, и он проснулся, и как будто он и не спал, потому что он не отдохнул, это у него ничего не расслабилось. Поэтому обязательно, есть очень простой механизм, каким образом расслабить перед сном себя. Называется чистый мозг упражнение. Ну это не упражнение даже, а просто Лила, обрати внимание, каков твой мозг сегодня, как он сегодня завершил день, в каком качестве, в каком состоянии. Можно руки положить на голову, на лоб и на затылок. Можно и не класть, если ты сумеешь быть во внимании в этом процессе. Но у нас мозг так привык, если на него, как говорится, не надавить и не придержать, он начнет думать о том, о том, что за день произошло. И вот здесь у меня была неприятность, я вот так ответила, а надо было вот по-другому ответить. А вот здесь нужно было другие шаги сделать, и начинается и самообичевание, и на кого-то еще обиды. Много чего мозг за это время обдумывает. Вот институты мозга об этом описывают, насколько много, мы слышим, очень малый процент того, что мозг за день думает в это время. Поэтому держим руки как источник внимания, возможность быть во внимании именно в голове. Поэтому держим руки, если уходим мы с ними слегка себя придавливаем, то есть оставляем все-таки оставлять внимание здесь. И мой мозг. Начинаем просто наблюдать мозг и начинаем в это время хорошо медленно дышать. И при этом наблюдаем, как уходит напряжение самого мозга, как этот воздух входит в клетки мозга. Ведь телесное дыхание, оно нами совсем забыто. Мы думаем, что мы дышим только носом. Мы не дышим каждой клеткой. И здесь очень это вот здорово начинаешь наблюдать, а дышит ли в моей клетке мозга? Расслабляется тело. Да, дышит ли в моей клетке костей, дышит ли в моей клетке всех связок мышц. И потихонечку начинаешь вдыхать, вдыхать, вдыхать. И вдруг ты начинаешь чувствовать свою мозг, он наполняется воздухом, он расслабляется, межклеточное пространство расширяется. То есть спазмы, которые здесь возникли, уходят, мозг расслабляется, и ты засыпаешь. Показатель того, что ты истинно расслабила все мышцы, это поза звезды. Если ты руки поднял, растянул ноги вверх, и вся спина твоя легла, ты не опираешься на затылок, ты не опираешься на пятки, ты не опираешься на лопатки, а ты всем телом распласталась. Вот это хорошо показать, что действительно мозг успокоился, действительно он расслабился, и действительно он теперь не сохраняет здоровье ни за счет зажима. А вот за счет того, что расслабился, прошло хорошее кровообращение, глубокий сон, ты просыпаешься в хорошем состоянии, это закон. Для меня лично это закон. И этот же методик очень легко, быстро снимает давление. Вот про головную боль, скажем, по-другому немножко здесь, по-другому происходит, но давление легко снимается. Начинаешь работать с мозгом, вот это упражнение, чистый мозг, 150 за 5-10 минут снимается легко. И если его делаешь регулярно, давление просто перестает сниматься. Нормализуется, да? Просто. Это очень здорово. У нас многие телезрители пишут вопросы про давление, про голову. И опять-таки, смотрите, если человек, например, 50-60 лет ему, и он уже там с 30-40 уже пьет таблетки. Нельзя этого делать. Делать нужно, но таблетки сразу бросать не рекомендуется. Рекомендуется. Делать нужно. Почему? Потому что мы еще не умеем себя слышать и слушать. Вот ты научишься слушать, научишься управлять и понимаешь, что действительно ты уже управляешь своим здоровьем, своим телом. Тогда другое дело. Я по лекарствам никаких, опять-таки, рекомендаций не даю. Ни продолжать, ни убавлять никак. Здесь зависит от самого человека, как он принял решение и как он пошел заниматься, искать учителей, регулярные занятия. И тогда, конечно, да, человек сам может это принять, как говорится, себе к сведению, знать, что он может. Но если он давно подсел в отменном процессе, то у него уже под это лекарство повернулись, а не под саморегуляцию. Поэтому, конечно. А главное, больше немножко, вот я проговорила про твердую мозговую оболочку. Также, когда вот эта вся наша система из этих искажений, здесь тоже перенатяжение твердой мозговой оболочки. происходит. Вот, например, приходит ко мне девочка, говорит, голова болит, не могу, голова болит, не могу. Хорошо. Я говорю, ну, давай нажми. Нажимает, больно? Больно. Хорошо. Попробуй вот сюда подложить книжечку в одну сторону попы. Положили. Нажми, больно? Сильно. Еще сильнее боли стало. А попробуй под эту ягодичку положить книжечку, ну, там, вот так, вот так, 5-6 метров, 5-6. Боль есть. Нет, боль ушла. Таз смещен. Как это все взаимосвязано между собой, казалось бы. Это, когда я в первые годы с этим сталкивалась, я просто каждый раз делала глаза округлые. Так просто этот таз же обвернуть можно. просто обыкновенными упражнениями этот таз поставить, что все мышцы там одинаково заработали, а человек всю жизнь страдает мигренем и пьет кучу таблеток. Не знает причин. Да. Поэтому причина головной боли очень много простых. И просто как голова болит и таблетку выпить, тут даже рекомендации не дашь. Это нужно исследовать, конечно, по реакции тела. Начинаешь исследовать по реакции тела, ты приводишь к тому... Иногда бывают очень сильно зажатые мышцы шеи. Тоже голова болит, то же самое, там же все системы единые. Вот. И поэтому каждый случай, конечно, нужно индивидуально исследовать, но медленные движения, наблюдая собственное тело, слушая своего тела и обнаруживая напряженные участки и прямо осознанно их освобождать, это ты обучаешь свой мозг управлять здоровым телом. Таким образом мозг это запоминает. Но для того, чтобы это произошло, нужно, это не один день, а обязательно регулярность. Обязательно регулярность и обязательно индивидуальность. Не значит, что если упражнение для вас это было хорошо, что для меня это тоже самое также поможет. Надо посмотреть, подходит оно к вашему образу жизни, Где у меня искажения, в результате какого именно искажения. Вот у меня палец искривленный был, в детстве ударился, например, к этому привело, а у другого вот послеродовое смещение, например, тазовой кости, и это привело. Поэтому здесь индивидуальность. Но когда ты в наблюдении работаешь, ты это обнаруживаешь, собственно, индивидуальность. Вначале, конечно, вот со специалистом хорошо. Сейчас же остеопаты появились. Их же не было, у нас не признавалось эта услуга. Сейчас они появились. Я думаю, они скоро будут очень такие грамотные и очень с большими результатами. В дореволюционное время в каждом роддоме работали акушерки костоправые. Я одну такую застала. Ей было уже чуть ли под 100 лет, но я такую одну застала и прямо удивилась нам в истории медицины, об этом не рассказывали. Всех женщин после родов правили, детей после родов правили. На место все двигали, ставили. Вот до записи нашей передачи вы рассказывали, мне очень просто впечатлил вот этот пример о том, что можно добавить в свою жизнь улыбки. Про улыбки расскажите. Как с эмоциями, с мыслями? Это же тоже работа с мыслями? Да, смотрите. Вот у нас где-то 700-800 мышц по разным авторам, по-разному, да? Ну, это округленные цифры, конечно, да? Ну, скажем, 700 мышц. Из них одна четвертая часть мышц в область головы обсуживают. Представляете? Это столько мышц дано такому маленькому участку. Значит, здесь что-то... Есть какая-то тайна в этом. И вот, в результате, опять-таки, 50 годам люди перестают смеяться. Люди перестают смеяться. Мышцы смеха есть у нас здесь. Мышцы смеха так и называются. Эта мышца перестает работать. Если эта мышца не работает, до мозга не доходит информации, что весело. Что нужно гормоны давать веселые. И в результате человек еще больше унылым делается. И поэтому есть такое упражнение, называется 300 улыбок. 300 улыбок... Ну, я так не делаю быстро, потому что по моей технологии нужно делать медленно, чтобы мозг увидел, где у него неровно двигаются мышцы. Обратить внимание на тех мышц, которые зажаты или наоборот расставлены. Восстановить одинаковость движений в улыбке. И вот я так перед зеркалом сижу. я вижу. Вначале перед зеркалом почему? Я еще не знаю. А потом, когда я еще начинаю ощущать уже, я уже на уровне чувствования начинаю работать. 30 улыбок. 300? 300. Рекомендует авторам. Я же не автор, поэтому я делаю 50-60. И вначале я, когда начала это делать, мне тоже самое смешное стало. главное там называется интеллект-тренер. И вот начинается первое упражнение тариста улыбок. Ну, думаю, какой интеллект здесь, да? А когда начала делать, оказывается, больше 30, я уже не могу, у меня все мышцы здесь устают. Они все говорят, все, 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 мы не хотим больше ничего. Радоваться больше не хотим. Да, уже все, хватит радости, хватит улыбок, давай уже, пошли спать. А теперь я это легко делаю, тоже тренируюсь, мне интересно само. Пожалуйста, ведь ни копейки это не требует, а 25%, то есть одна четвертая твоих мышц сегодня включились, включили твой мозг, заставили ему поверить, что тут здорово, тут весело, тут мышца, смеха работает, значит, надо весело жить. И восстанавливаются кровообращения, лимфообращения, то есть уводятся очень активно токсины, где-то застрявшие, организм становится свободным от этих ядов, от собственных, и он становится весел, уходит депрессии, уходит, ожидание чего-то плохого, настроение хорошее, а если у тебя настроение хорошее, ты же идешь, уже разговариваешь с этим настроением, тот человек реагирует на твое настроение, мир реагирует на твое настроение, ты начинаешь излучать этот мир. То есть ты, создавая свое хорошее настроение, создаешь хорошее настроение всему миру сегодня. Стольким людям хотя бы, с которым ты сегодня встретишься. Сколько по электричеству, по энергетикам, по излученной еще люди получили это настроение, это состояние, это мы даже не знаем. Очень хороший, простой, очень недорогой, бесплатный способ. У меня вот это все, то, что я даю людям, это все бесплатно в самом человеке. И вот поэтому, как говорится, я еще больше радуюсь тому, что я поняла, что я изучила, что я осознала, что я людям несу. Я рассказываю, но, к сожалению, рассказ, слова, человек слышит, говорит, я все это знаю. О чем я все это знаю? Нужно делать, делать регулярно. Постоянство, регулярность, индивидуальность, это закон в этой работе. Если там 2-3 дня сделаю, он мне ничего не помогает. Я спрашиваю, а что он не помогает? Ты сам себе же не помогаешь. Просто тебе дали знания, а уже как ты воспользовался, это уже твоя задача. И куда ты двинулся, это тоже твоя задача. Твой выбор, я бы сказала, но слово выбор мне не совсем нравится, потому что мы выбираем уже из опыта. А опыт у нас, он такой, старость, значит, болезнь, ворчание, не улыбчивость, уже никому не нужность. Вот это вот у нас, вот это начинается. Очень сложно именно в определенном возрасте находить смысл жизни. Все же уже сделали. Выросли, выучились, семью создали, теперь родили, до пенсии доработали. Все. А что дальше? Что дальше? Для чего ты, для чего нужно? Вот здесь, конечно, начинается и философия жизни, в которую можно и в уныние упасть, и, как говорится, интерес к себе потерять. Вообще, всем быть в тягости, нагрузку. Я думаю, что мы обязательно встретимся с вами еще не раз. Спасибо большое за беседу. Вообще, очень много полезной информации. Будем ждать вас еще в гости. На этом наша беседа подошла к концу. Большое спасибо, что были с нами. Берегите себя и, самое главное, будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова